МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости на телеканале Видное ТВ. Сегодня в нашем выпуске вы увидите. Ленинский район посетил министр благоустройства в Московской области Михаил Хайкин. Уже к октябрю месяцу должно появиться комплексное масштабное благоустройство, по-настоящему важное для города. Публичные слушания по вопросу объединения территорий муниципалитетов в городской округ состоялись в сельском поселении Володарское. Мы говорим о названии и о форме управления, не больше того. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию на Бутовском полигоне. Да возродит в земле наш дух братолюбие и мира! Цветы – одно из главных летних украшений города. Их можно встретить практически везде – на улице, в парках и скверах. О том, какие растения будут радовать нас уже совсем скоро, расскажет Екатерина Коваленко. Буйство красок и совершенные формы. Вот-вот во всех скверах и парках Видного и Ленинского района появятся настоящие цветочные ковры, которые наверняка не раз порадуют наши взоры. А пока для сотрудников отдела озеленения наступила горячая пора. Мы занимаемся озеленением всего Ленинского района. Все поселения сейчас высаживают однолетние цветы. В дальнейшем мы планируем высадку кустарников и деревьев. Вообще озеленение – это сложный процесс. Он не заканчивается весь год. Всегда мы что-то высаживаем, что-то убираем. Для украшения сквера 50-летия Видного перевезли более пяти тысяч саженцев. Яркие и красочные большинство из них – это цинерарии, бегонии и эгератум. На первом этапе клумбу очистили, провели зонирование цветника, разрыхлили почву и только потом специалисты с заботливыми руками высадили каждый цветок. Работа по высадке цветов только на первый взгляд несложная. На самом деле это колоссальный труд. Чтобы полностью засадить эту клумбу, она не такая большая по площади, нужно порядка семи часов. И это при условии, что работает одновременно пять человек. Впрочем, посадка только полдела. Потом нужно правильно за цветочной рассадой ухаживать. Особых секретов нет, но главное – внимательное и бережное отношение. И, конечно, вода. Много воды. Полив будет производиться ежедневно, а прополка по мере необходимости. Они будут свести при хорошем уходе и поливе, они будут свести до самой осени, до октября месяца. Всего в плодородную почву муниципалитета планируется высадить около миллиона цветов. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Как уже неоднократно говорилось в наших новостных выпусках, в год 90-летия Ленинского района планируется масштабная реорганизация центральной части Видного. В качестве подарка к юбилею региональное правительство выделяет 200 миллионов рублей на реализацию нового общественного пространства. С рабочим визитом в город Видное приехал министр благоустройства в Московской области Михаил Хайкин. Встреча проходила на территории, которая в скором времени кардинально изменится. Пока об этом свидетельствует лишь проект, который для наглядности разместили в природных декорациях. Архитекторы подробно рассказали о планируемых новшествах. Площадь покрытия будет приблизительно тысячи квадратных метров, игрового покрытия, плюс зона игры с водой. На площадке будут установлены теневые навесы, большая песочница. Старая детская площадка переедет в другое место, а здесь разместятся новые игровые формы. Рядом появится зона тихого отдыха с шахматными столами и скамейками в тени деревьев. Неподалеку кафе с панорамным раскрытием на пруд. А вот уже возле воды будет организована большая прогулочная зона с настилом и шезлонгами. Также, когда эти шезлонги убираются, этот настиль может использоваться как такая сцена для камер мероприятия. Работы там очень большие. Есть интересные проектные решения, которые также будут реализовываться. После знакомства с проектом на карте пошли осматривать территорию. Уже есть визуализация всего задуманного на бумаге, но вскоре планом суждено воплотиться в жизнь. Сейчас в ближайшее время будет объявлена конкурсная процедура на следующей неделе. И уже к октябрю месяцу должно появиться комплексное масштабное благоустройство, по-настоящему важное для города. И на самом деле в масштабах Подмосковья я уверен, что это будет очень популярная и интересная территория. После поддержки районным советом депутатов инициативы главы Ленинского района Валерия Венцеля о преобразовании территорий муниципалитета в городской округ, во всех поселениях должны пройти публичные слушания. Первая из них состоялась в сельском поселении Володарская. В актовом зале Володарской школы прошли публичные слушания по вопросу объединения территорий поселений муниципалитетов в городской округ. Первым взял слово глава района Валерий Венцель. Основное преимущество новой формы управления – единый бюджет. Бюджет поселения Володарска является дотационным. Что это значит? Это значит, что получает поселение определенный ряд ограничений, когда невозможно планировать свою деятельность на долгосрочный период. Консолидированный бюджет городского округа позволит участвовать в региональных программах развития и благоустройства территорий путем софинансирования. Еще одно преимущество – единый тариф на проезд в общественном транспорте. На примере 29-го. Сейчас, чтобы от видного до поселка доехать, 88 рублей стоит. Соответственно, у нас стоимость с вами будет единая. Она будет составлять по карте стрелки 34 рубля. По наличной оплате она будет составлять 54 рубля. Встреча вызвала большой интерес у местных жителей, ведь они могли поучаствовать в обсуждении, а также узнать мнение районных властей по интересующим их темам. Объединение консолидации власти позволит, наверное, преобращать при возникновении у нас, как у жителей, тех или иных вопросов, наверное, сократить тот бюрократический путь решения наших проблемных каких-то возникающих вопросов. За счет сокращения чиновников и централизации власти произойдет экономия денежных средств, которые пойдут на социальные нужды. Один из наиболее важных вопросов, который волновал жителей, сохранение так называемых сельских льгот. Ни одна из льгот не исчезнет. Все сохранится. Хочу сказать, ну это больше организационный момент, когда мы говорим о названии по большей части. Мы говорим о названии и о форме управления, не больше того. Жители сельского поселения Володарское положительно встретили инициативу главы об объединении. Результат слушаний был занесен в протокол и направлен в местный совет депутатов. Подобные публичные слушания пройдут во всех поселениях муниципалитета. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Святейший Патриарх Московский и всеярусий Кирилл совершил божественную литургию под открытым небом на Бутовском полигоне, месте массовых расстрелов и захоронения жертв политических репрессий, в том числе многих священнослужителей и религиозных граждан. Наша съемочная группа побывала на патриаршей службе. Анастасия Воронина продолжит. В 1937 году в течение короткого периода времени на Бутовском полигоне были расстреляны десятки тысяч жертв политических репрессий XX века. Священнослужители, политические деятели, простые крестьяне и верующие. В праздник собора новомучеников в Бутове пострадавших на месте этих страшных событий на божественную литургию собрались служители разных церквей, представители администрации Ленинского района вместе с главой муниципалитета Валерием Венцелем, а также православные. Это становится для нас таким днем и памяти, и печальным днем, и радостью. И вы знаете, здесь очень много людей, которые сюда приезжают, они это понимают и помнят своих родных. Здесь очень благодатно и хорошо. Мы стараемся по возможности каждый год здесь пойти. По возможности. Раз в год такая служба, она особая. В этот день на Бутовском полигоне было много людей не только из России. Игорь Гаврилюк приехал из украинского города Днепропетровска. Совесть ведет человека к тому, чтобы помнить, знать и никогда не забывать самое главное в нашей жизни – Бога. И те, которые ради Бога ушли из этой жизни в вечность. Аминь. Святейшему Патриарху Кириллу, который возглавил Божественную Литургию под открытым небом, сослужили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископ Каширский Феогност, епископ Видновский Тихон, протеерей Михаил Егоров, также много других священнослужителей. А богослужебные песнопения исполнил хор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. На литургии были вознесены молитвы о мире на Украине, о упокоении душ усопших рабов Божьих, а также прозвучало прошение о единстве Православной Церкви и сохранении ее от разделений и расколов. Да возродит в земле наш дух братолюбие и мира. Благодарность за труды на благо Святой Церкви Святейший Патриарх вручил настоятелю храма новомучеников и исповедников Церкви Русской на Бутовском полигоне образ Тихвинской иконы Божьей Матери и юбилейный крест, изготовленный в память столетия восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви. А после патриарх Кирилл обратился к верующим с речью. Да хранит Господь землю русскую, да укрепляет Господь веру православную. А всем нам додарует способность сознавать свою прямую связь и свою прямую зависимость от тех великих подвинников и мученических страданий, что принесли наши отцы и деды, защищая веру православную. Аминь. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Видное ТВ. Человек, собаки, друг. У приюта для животных домашней появляются новые друзья. В выходные дни к обитателям приюта приезжают гости. Многие из них, побывав здесь однажды, возвращаются вновь, чтобы погулять и поиграть с собаками и ощутить всю ту радость, которой могут подарить человеку только эти животные. Так в минувшее воскресенье в домашние приехали воспитанницы островского психоневрологического интерната и подопечные общества инвалидов Ленинского района. Тему продолжим в нашем следующем сюжете. Эти фотоснимки можно объединить одним названием – счастье. Счастливые выражения лиц, довольные собачьи морды. Участниками фотопроекта, организованного приютом для собак домашней, стали десятки воспитанников островского ПНИ. Время, проведенное в приюте вместе с животными, подарило этим особенным людям счастливые мгновения. Для них это выезд как терапия, пообщаться с собачками, порадоваться жизни, и поэтому они с удовольствием к нам приезжают. И если воспитанницы островского ПНИ здесь уже частые гости, то подопечные общества инвалидов только начинают завязывать знакомство с местными обитателями. И нашим детям здесь очень нравится. Они видят, что собаки, они откликаются на доброту. – Хорошие, хорошие. Некоторые добрые, да, очень. – Да? Прям на руках. – Гладила? – Да, на руках прям просится. – Сюда еще есть желание приехать? – Да, поеду. Новую дружбу сегодня можно было подтвердить совместной фотографией. Маленькая Ника приехала сюда с мамой. Взять домой собаку семья пока не может. Но девочка верит, что этот счастливый день не за горами. – Когда мы построим новый дом, и для собачки построим новый дом, тогда и возьмем. Взрослым общение с собаками не менее интересно. После сегодняшнего посещения приюта Маргарита Макеева решила, приедет сюда еще и еще. Чувство радости испытываю, огромной благодарности Илоны Броневицкой и всем сотрудникам питомника за то, что они содержат собак в хорошем состоянии, и все собаки. Я тоже подружилась здесь сегодня с одной милой собачкой, ее зовут Сара. Я думаю, что если бы она умела говорить, она бы сказала, что у нее сегодня очень счастливый день, потому что у нее появилась еще одна надежда – стать чьей-то любимой. И, конечно же, мы с Сарой тоже приняли участие в фотосессии, которая, к слову, была для всех бесплатной. Но сделав снимок, каждый мог помочь приюту. Фотосессия организована в поддержку проекта по строительству дополнительного лечебного блока в нашем приюте. Нам необходим этот лечебный блок для того, чтобы мы могли еще большее количество зверей, животных лечить здесь, непосредственно в приюте, не тратясь на лечение в клиниках. Тем более, что к нам приезжают порой собаки в весьма плачевном состоянии и требуется немедленная медицинская помощь. Подопечные и сотрудники общества инвалидов приехали в приют не с пустыми руками. Они привезли использованные пластиковые крышечки. Это называется «помоги собакам». Нужно 35 тонн собрать – это только первые начала, это первые там 100 грамм крышечек, чтобы сделать ограждение, вольер собакам. И поэтому мы призываем всех, товарищи, кто может, помогайте нашим собакам. На данный момент в домашнем находится более 500 питомцев. С начала года около сотни животных отправились жить в новые семьи. Взять собаку или помочь приюту может каждый. Татьяна Брылова, Евгений Садовский, Ольга Садовская. Видное ТВ. И о погоде. 21 мая будет облачно с прояснениями днем до плюс 25 тепла. Ночью плюс 14 осадков не ожидается. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин